И еще один совместный проект России и Беларуси – Белорусская атомная электростанция. АЭС строить будут по российскому образцу. Москва к тому же обещает выделить деньги. Первый энергоблок планируют запустить уже через шесть лет. Наш корреспондент Наталья Козея отправилась в небольшой островец и увидела, как провинциальный город готовится к славе белорусской столицы атомной энергетики. Маленький тихий островец – город на западе Беларуси. Не город даже, а городской поселок. Из местных достопримечательностей – картонная фабрика Ольховка, родившийся здесь драматург Янка Былина, да многочисленные курганы. Весть о том, что в их поселке будут строить атомную станцию, всколыхнула островчан. АЭС, которой еще нет, уже стала здешней достопримечательностью. Теперь и бабушки на лавочках, и мамы с колясками, и посетители местного мини-маркета – все только и говорят, что об атомке. И город у нас уже будет. Может, цены поменяются. Работы, может, будут больше. Ведь сейчас работу с достойной зарплатой в островце найти нелегко. Продавщица, медсестра, доучительница – вот и весь выбор. И эти вакансии заняты. Зарплаты на БелАЭС действительно, как обещают в дирекции строительства, будут выше средних по республике. Примерно такие же, как у атомщиков в России и на Украине. И даже катастрофа в Японии не напугала местных жителей. Мы смелые. Нам ничего не страшно. Это площадка для будущей АЭС. Именно здесь построят первую в Беларуси атомную электростанцию. По плану первый блок заработает уже через шесть лет. Второй – еще через год. Станция обеспечит рабочими местами две тысячи человек. Но уже сегодня здесь трудятся сотни людей. Пока на площадке идут подготовительные работы. Водитель самосвала Альберт Акушко гордится тем, что работает на таком важном объекте. Они с товарищами прокладывают сюда железную дорогу. Уже два года. Альберт признается, можно было бы и побыстрее. Начинать всегда приятно. Желательно и закончить бы. Там будет видно. А это новенькая трасса, которая ведет от города к АЭС. До границы с Литвой всего 20 километров. Соседи недовольны. А островчане лишь обещают литовцам работать на АЭС усердно и ответственно. Мы же не строим станцию, чтобы взорвать. Мы же все строим станцию, чтобы ее эксплуатировать. И учитываем опыт. Убрасывается огромное количество сажей, дыма и радионуклиников. Темный зал, фильмы, зрители. Инфоцентр белорусской АЭС на время превратился в кинотеатр. Вот только здесь задача не просто показать, но еще и завлечь. То есть все это контролируется и при правильной работе, без нарушения правил, никаких дозовых нагрузок не получится. И если мальчишек больше всего интересовал секрет устройства реактора... Вот находится сам реактор. Красненький выделенный реактор. ...то слабый пол больше волновал вопрос, есть ли место женщинам на АЭС. Это как бы будет престижно, ну и заработная бата хорошая. Сегодня в островце всего 8 тысяч жителей. Но когда здесь появится АЭС, город вырастет до 30 тысяч человек. Владимир Одинцов приехал из Минска приглядеться к островцу, чтобы потом, возможно, из столицы Беларуси переехать в столицу белорусской атомной энергетики. Я с удовольствием устроился. Кем вы хотите? Ну я инженер по специальности, инженер-механик. Поэтому, если бы чем-то я мог бы послужить, с удовольствием, конечно. На днях Беларусь и Россия договорились подписать контракт. При формировании цен, которые будут закладываться в это соглашение, за ориентир возьмут Балтийскую АЭС в Калининградской области. Она, кстати, и выступает прототипом белорусской атомки. Стоимость БелАЭС определят осенью. Сблизили стороны позиции по кредиту на строительство. Но переговоры продолжаются. Наталья Козеева, Дим Трусов. Вместе из Беларуси.